Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинули сразу три участника – Илья Ябаров, Катя Кауфман и Ника Шукурова. Был большой скандал. В итоге на мужском голосовании выгнали Илью, Катя ушла за ним. Ника же решила сама уйти с проекта. Девушка пишет «Мое желание уехать к детям осуществилось. Меня там ждут и всегда рады». А Ябаров с Кауфман уехали уже в Саранск. В понедельник Илья выходит на работу, он считает, что его выгнали с проекта теперь уже навсегда. Андрей Черкасов обещает всем зрителям, что будет находить только интересных участников для проекта. «Я стал директором международного кастинга», – пишет Черкасов. Матери-одиночки и девушки с темным прошлым больше не пройдут. Новый участник Дима Лукин устроил для Маши Кауфно романтическое свидание, подарил девушке букет роз. Тата Абрамсон и Валера Блеменкранц, как вы помните, больше не участники проекта. Но за них все еще можно голосовать в конкурсе «Свадьба на миллион». Мама Таты Марина Тристанов напишет «Пожалуйста, голосуйте за них, чем черт не шутит, а вось мы все вместе с вами выиграем им на свадьбу миллион». Лиза Полыгалова и Ваня Барзиков все-таки расстались. Андрей Чуев хочет привезти Ване двух девушек, которые желают с ним познакомиться. Полыгалова тоже хочет остаться на острове и объявить кастинг. Саша Артемова и Женя Кузин выиграли в очередном конкурсе. Парам завязали руки и с помощью рта нужно было перенести рыбу от точки А до точки Б. Было жутко противно, пишет Саша, но мы справились. Женя Кузин опубликовал снимок в своем блоге и подписал «Я все думал, как в детстве выглядела Саша». В паре Майя Донцова и Захара Соленко все хорошо. Ребята вместе и счастливы. Девушка пишет, что он даже влюблен в нее. Поклонники заметили на правой руке у Ольги Бузовой темную повязку. Именно там была татуировка, посвященная Тарасову. Многие решили, что Бузова решила вслед за бывшим мужем тоже свести татуировку. Даша Пынцарь отметила 31 год. Она находится с мужем и старшим сыном на отдыхе в Дубае. Сергей приготовил для именинницы в 4 часа ночи пиццу. Поздравляем Дашу! Семен Фролов намекает, что может опять вернуться на проект. Сегодня мне приснилось, что я снова стал строителем любви и прилетел туда в непонятном статусе руководителя. Кого-то или что-то спасать. Мама Элины Камирен Елена Николаевна продает недвижимость в Тюмени. Загородный дом и помещение в историческом центре Тюмени, где находится ее салон красоты. Она собирается перебираться на постоянное место жительства в Сочи. А пока она живет вместе с Элиной в Москве и отлично вписалась в светскую жизнь в столице. Рита Марсо видит смысл жизни в семье и не хочет тратить время на работу в офисе. Вот что она написала в своем блоге. Периодически меня спрашивают, почему я не работаю. Я вижу смысл в семье. Я не хочу тратить свою жизнь на работу в офисе. Я проработала так два года, было весело, но с меня хватит. У меня есть хобби и увлечение. У меня есть куча дел и хлопот. Я домохозяйка и горжусь этим. Женщина должна работать только в том случае, если есть в этом финансовая необходимость. Или работа доставляет ей истинное удовольствие. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.